У жителей Артёмовского городского округа своей популярностью пользуются услуги РЖД. Ведь тот же проезд до столицы Урала получается по более низкой стоимости в сравнении с другими видами транспорта, а также безопасней. Но многим артёмовцам, преодолевающим расстояние на электричках и поездах, знакомы недостатки в комфорте и скорости устаревших моделей ЖД-транспорта, что в скором времени должно измениться. Ведь на смену придут новые электропоезда «Ласточка». Губернатор Евгений Куйвышев принял участие в мероприятии, посвященном десятилетию локомотивостроения на Урале. И выпуску первого российского электропоезда «Ласточка». Красивая? Конечно, красивая. И самое главное, первая, первая, которая сослась с конвейера нашего уральского завода. Как вы видите, не случайно коллеги из уральских локомотивов провели показать весь цикл, для того, чтобы показать и объяснить, насколько это всё сложно, насколько это дорого. Но, тем не менее, есть у нас на Урале такие здоровые, хорошие авантюристы, которые взялись за это дело и реализовали. Я говорю, конечно, о сценарии Дмитрия Александровича Кунтянского, о компании «Сименс» и российские железные дороги. Губернатор отметил, что одним из преимуществ проекта является высокий уровень локализации производства. Сегодня это 62%, а в 2017 году он достигнет 80%. В кооперационных поставках компонентов электропоезда задействовано 100 российских предприятий, 20 из которых расположены в Уральском федеральном округе. Вопрос импортозамещения сегодня для российской промышленности, а не только железнодорожного машиностроения, а вообще машиностроения и вообще промышленности стоит во главе угла. И то, что мы видим здесь сегодня, есть в самом начале этого пути, есть плакат, где был показан уровень локализации и кто готовит комплектующие к этим поездам и локомотивам. Если по «Ласточке» коллеги рассказывают о том, что это 62% и нет предела совершенства, то уральские локомотивы это уже почти под 90%. Мы еще раз и уральская промышленность, и вообще российская промышленность показала, что способны работать и в конкурентных условиях. Председатель совета директоров группы «Сенара» Дмитрий Помпянский сообщил, что развитие производства «Ласточек» позволит до 2017 года создать более 10 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест, привлечь в кооперационные поставки не менее 150 предприятий региона. Он также рассказал о том, где будут эксплуатироваться новые электропоезда. Первый поезд, который мы сегодня показывали в сборе, это поезда комплектации так называемой С2Г, это городской экспресс, это поезд, который предположительно будет использоваться на Московской кольцевой железной дороге. Также есть в дальнейших планах развития и использования этих поездов на внутри региональных перевозках, то что называется электрички, да, вот сейчас, с оборотом, с ключом оборота до 200 километров, на межрегиональные перевозки до 600 километров. И даже есть, в общем-то, задумки использовать их как спальный экспресс до 1000 километров. То есть технические характеристики поезда, его качественные характеристики позволяют это сделать. То есть в зависимости от желания заказчика комплектация может быть совершенно разной. По графику выпуска Дмитрий Помпянский сообщил, что уже в этом году будет выпущено 9 поездов, в следующем 33 и к 17 и 18 годам их выпуск увеличится до 50 единиц. Производственные цеха главе региона и председателю правительства области Денису Паслеру показал генеральный директор ООО «Уральские локомотивы» Александр Салтаев. Он рассказал о тонкостях производства. К выпуску первого российского скоростного пассажирского электропоезда «Уральские локомотивы» приступили в мае 2013 года. По заданию РЖД был разработан проект новой модификации локомотива. И в конструкцию электропоезда, разработанного компанией «Сименс» для Олимпиады 2014 года в Сочи, был внесен ряд изменений. Так, «Уральская ласточка» рассчитана на больший пассажиропоток и предназначена для эксплуатации в крупных мегаполисах на магистралях с постоянным током.